Уважаемые учащиеся, первые классы, сегодня у нас с вами заключительный урок по скульптуре в этом учебном году. Мы с вами завершаем нашу контрольную работу, многофигурную композицию под названием «Животные дети». На прошлых занятиях мы с вами прорабатывали наши фигурки, работали над детализацией. На сегодняшнем уроке мы с вами уже окончательно завершаем композицию. Устанавливаем на плинт наши фигурки и таким образом наша композиция будет закончена. Сперва подготовим плинт с вами. В данный момент здесь на этой скульптуре, на этой работе надо будет сделать небольшую подставку. Сейчас я покажу, как это делается, чтобы нашу фигурку посадить. Сделать небольшую скамейку или стул, что-то в этом роде. Сначала равномерно распределяем пластилин для плинта. Думаю, наверное, все помните, как это делать, если у вас пластилин. Еще как бы не то, чтобы не распечатаны, но таким идет прямоугольным куском, то его вам, конечно, проще разрезать. И проклеить, нанести на вашу плоскость уже как бы такими кубиками. Если же нет, то здесь мы равномерно распределяем с помощью небольших кусочков, которые потом будем выравнивать шпательком. Думаю. 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 Спасибо. Спасибо. Равномерно распределяем, затем будем программировать с вами. Тут немножко такой разномастный пластилин получился, но в принципе ничего страшного. Спасибо. 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 Выравниваем таким вот образом. Если у вас есть металлический шпатель, в принципе, можно металлическим спокойно работать. Если у вас деревянная линейка, то ей также работать по выравниванию не возбраняется. Даже рекомендуется, потому что, как я уже говорил, деревянные стеки, деревянный материал очень хорошо подходит для скульптуры. Так вот. Спасибо. 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 У нас получается. Ну, в принципе, с плинтом вы уже все работали, я думаю. трудности для вас это не должно составить. Спасибо. 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 Добавим еще и таким же способом выравниваем. Спасибо. 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 В принципе, осталось тут немного, полностью выравниваем плинт, чтобы он у вас, конечно, был гладкий, само собой. И уже на него сейчас начнем устанавливать. Делать сперва тумбу, на которую посадим главного героя. А затем уже установим его питомца. Спасибо. 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 Ну вот, фактически готова плоскость. Правда, немножко такая получилась по фактуре, по цвету разномастная, но ничего страшного. Немножко поправляем края. И теперь нам осталось сделать небольшую плоскость. Вернее, подставку ее делаем аналогично, используя уже всю оставшуюся массу. Можно сделать так немножко наискосок. Посадить нашего героя. Вот здесь у него, следственно, кошку. Чуть-чуть сделать композицию по диагонали, чтобы она у нас не была слишком сильно геометрической. То есть, чуть-чуть вот так вот можно взять наискосок. Так. 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 Устанавливаем. Так. Устанавливаем. Так. 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 получилось. Станейка или тумба. Что-то в этом роде. Тумба. Так. Так. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...